TECNO POVA 4 и TECNO POVA 4 PRO. Но такое, сильно такое, за глаза. Здравствуйте, друзья, вы на канале Qt.ru и у нас сегодня обзор, двойной обзор, сразу и сравнение некоторое. Смартфоны бренда TECNO. TECNO POVA 4 и TECNO POVA 4 PRO. Серенький это POVA 4, синенький это POVA 4 PRO. Два телефона, которые вот недавно вышли только, буквально, и очень большой интерес представляют у людей, потому что за небольшие деньги относительно предлагают. Очень интересный дизайн в том числе. Хороши ли эти все-таки телефоны два за свои деньги? И какие здесь есть все-таки минусы, к чему надо готовиться? И какой из этих двух телефонов, допустим, взять? Стоит ли переплата за прошку своих денег? Или не стоит? Если останутся вопросы, всех ждем в комментариях под видео. Если захотите это видео дополнить, если вы купили уже себе TECNO и что-то нравится, что-то не нравится, всех очень тоже ждем в комментариях на YouTube и в нашем Telegram канале, тоже ссылочка под видео. По ссылочке под видео также найдете все эти телефоны в разных цветах и версиях оперативной памяти, найдете их конкурентов, так что сможете всегда подобрать себе что-нибудь по душе. Так что переходите, выбирайте, покупайте, комментарии пишите, в том числе напоминаю, что все комментарии у нас на YouTube приняты участие в розыгрыше одного классного смартфона, может быть даже такого, и нескольких промокодов на покупку в нашем магазине. Условия розыгрыша очень простые. Пишем комментарии на YouTube, засчитывается только один. Подписываемся на канал, открываем подписки в настройках YouTube. Дальше следим за анонсами нашего канала, в следующем месяце в прямом эфире мы проведем здесь розыгрыш, выберем несколько победителей по одному под каждым видео, который получит приз. Утешительный приз это промокод на покупку, и один человек за месяц получит главный приз смартфон. В любую точку России приз отправим, удачи. Итак, Tecno POVA 4, Tecno POVA 4 Pro. Хочу сказать, что сразу здесь комплектация телефонов идентична, кроме того, что у Pro в комплекте сразу лежит зарядка на 45 Вт, а у POVA обычная, обычная, собственно, зарядочка на 18 Вт. В остальном, просто посмотрите. Ну вот у меня разные цвета, но фактически дизайн у них очень сильно похож, и дизайн это один из плюсов этих устройств. Действительно, здесь Tecno заморочились и прям смогли. Мне нравится, как выглядят оба этих телефона, причем тактильно в руке, конечно, больше нравится Прошка. Пластиковая крышка в обоих телефонах используется, пластиковая и рамка здесь в том числе, причем здесь это, они не отдельные, они вообще здесь совмещенные, и хочу сказать, что все-таки вот здесь, именно держа в руках два телефона, Прошка, конечно, ощущается и выглядит несколько еще дороже. Здесь вот эта текстура еще, где модули камеры располагаются. Прятать, конечно, это просто в чехол будет немножко обидно, да и в чехле они становятся еще потолще. При этом они оба такие массивные, это оба телефона лопатые, они толстенькие, они массивные, они не могу сказать, что прям тяжелые, но все-таки и легкими их тоже никак не назвать. При этом по части эргономики к телефону вопросов нету, у них она совпадает полностью. Справа находится кнопка включения блокировки, прям под палец нам падает, очень быстро разблокируется, за разблокировку отдельный плюс и респект, спасибо. Сверху у Прошки есть прорезь под второй динамик, стерео есть и в обычной Power 4, но здесь прорези нет, а у Прошки и стерео есть, получается, и прорезь. Слева слот для двух сим-карт и карты памяти одновременно поддерживается. Снизу, наконец, у телефонов вообще все совпадает. Разъем для наушников 300 мм, микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик. Смысла от прорези в Power 4 Pro есть, телефон звучит несколько получше. В целом, немножко поменьше Power 4 Pro по габаритам, на несколько, там, буквально миллиметров он ниже, по ширине они однако абсолютно, по толщине, кстати, почему-то Прошка даже больше. Но сказывается это в том числе за счет использования разных дисплеев, и это первое максимальное серьезное отличие двух телефонов. Причем не в пользу Power 4, здесь используется экран 6,8 дюйма, частота развертки 90 герц, однако разрешение только HD+, то есть 1600 пикселей на 720, в то время как в Power 4 Pro используется экран 6,6 дюйма, также частота развертки 90 герц и разрешение уже Full HD+, 2400 пикселей на 1080. IPS матриц в Power 4 против AMOLED матрицы в Power 4 Pro. Именно на глаз это главная разница между двумя телефонами. Если бы просто не знать про то, что телефоны еще разных денег стоят, однозначно в данном случае между этими двумя телефонами я выбрал бы Power 4 Pro. Не могу сказать, что экран у Power 4 какой-то плохой, он здесь недорогой, ну то есть прям вот это просто заметно. Запас по яркости не такой большой, все-таки если приглядеться, то здесь видно, что не такие ровные шрифты, но, опять же, ничего криминального, честно говоря, здесь все-таки нет. Несмотря на то, что большая диагональ и всего лишь HD-разрешение, кто-то подумает, ну вот там будет сейчас все плохо с картинкой, все это. Хочу сказать, что здесь все равно пикселей хватает. Пикселей хватает, чтобы сказать, что картинка здесь пристойная. Поэтому не могу сказать, что здесь прям драматично хуже качество изображения. Здесь по большому счету все-таки у этих телефонов сводится разница к разнице AMOLED и IPS. Более контрастный, более яркий, более сочный дисплей всегда будет AMOLED на фоне IPS. Любой, даже самый дешевый AMOLED будет превосходить в пиковой яркости и в контрастности даже самый классный IPS-дисплей. Так всегда было, это разница именно в технологиях. Поэтому здесь сравнивать именно дисплей нужно именно с этой точки зрения. При этом, если говорить про точность, скорость отклика, здесь уже телефон не проявляет никакой разницы. Причем по настройкам они имеют абсолютно идентичные настройки. Ночная тема, светлая тема, там есть OOS-on-дисплей, причем есть он в том числе и на смартфоне с IPS-дисплеем, это по V4. Множество режимов для защиты зрения, для управления частотой обновления дисплея. На самом деле много настроек, которыми у тех, кто мы видели, собственно в данном случае здесь в этих телефонах также их и оставили, никого не девали. Если же говорить про начинку, то здесь телефоны вообще абсолютно одинаковые. Процессор имеется так Helio G99, оперативной памяти 8 гигабайт, встроенной памяти только немножко разное количество. 128 гигабайт в V4 и 256 гигабайт в V4 Pro. И там, и там много встроенной памяти, причем, напоминаю, что оба поддерживают еще и расширение с помощью карты памяти. И хочу сказать, что оба телефона работают очень и очень шустро. Процессор мы этот видели уже неоднократно в Infinix, это братская компания KTECNO. Процессор этот действительно удачный, большое количество оперативной памяти. Как итог, оба телефона работают с одинаковой скоростью и делают это одинаково хорошо. Здесь похвалю и V4, и V4 Pro, они действительно не подтормаживают, не лагают, не тормозят. Скорости здесь за глаза. Причем, то же самое касается и игрушек. На удивление, стабильный получился процессор на средних настройках, на высоких настройках. Все игрушки запускаются, оба телефона можно смело назвать игровым решением, потому что экраны большие, экраны неплохие, процессор производительный и скорость отклика на касание тоже высокая. То есть, подойдет одинаково и для шутеров, и для каких-нибудь кроссвордов, сканвордов. Оба телефона за производительность хвалим, но они здесь одинаковы абсолютно. Причем, хочу сказать, что оба телефона одинаковы и по емкости батарейки, 6000 мА в обоих телефонах. Несмотря на всю разницу в толщине и всем остальном, 6000 мА в обоих смартфонах. Но дальше начинается разница. Дело в том, что POV4 Pro же имеет AMOLED дисплей, но с более высоким разрешением. POV4 с HD разрешением, но все-таки это IPS. И хочу сказать, что автономность, конечно, сильно зависит от того, смотрите ли вы видео, играете в игрушки или, допустим, читаете в интернете. Потому что при чтении в интернете быстро разжаться будут оба телефона. При чтении интернета, сидении в соцсетях и так далее, телефоны будут работать, конечно, близко, но преимущество у POV4 Pro будет небольшое. Если же говорить про просмотр видео, про стандартные режимы использования телефонов, там, позвонил, пописал, немножко в соцсеть посидел, потом картинки посмотрел, там, в ютубчик какой-нибудь посмотрел. Тогда в данном режиме POV4 Pro тоже будет работать меньше, но уже значительно меньше. Как следствие, оба телефона и POV4, и POV4 Pro живут долго. Очень долго. Я бы сказал, что оба телефона хватит на два дня работы. Даже в случае с POV4 это больше 8 часов дисплея. При том, что в среднем в день использует ли народ, там, ну, 4-5 часов. Это стандартный показатель 4-5 часов для какого-нибудь флагмана. Здесь же 8-9. Это много. POV4 Pro должно хватать еще надольше. Но, само собой, еще раз я проговорил те сценарии, которые вы используете в телефон. Я тестирую телефон следующим образом, со 100% снимаю их зарядки, там, в 8-9 утра. Дальше я их тестирую одинаковым образом. Ставлю приложение, включаю музыку, лазаю по меню, фотографирую, пишу видео, там, запускаю какие-то видео на час, ухожу, замеряю, сколько, собственно, батарейки за это время ушло. К концу дня у POV4 осталось 42% заряда, у POV4 Pro осталось 49% заряда. При этом POV4 Pro, напоминаю, в комплекте уже имеет зарядку на 45 Вт, и он заряжается с максимальной зарядкой через USB Type-C 45 Вт. Полностью POV4 Pro заряжается за час, за полчаса там уже больше половины. POV4 имеет зарядку обычную, но 18 Вт, и от 45 Вт, наверное, будет заряжаться тоже максимум со скоростью, с мощностью 18 Вт. И полностью он заряжается чуть больше двух часов, 2 часа 10 минут где-то. То есть, в принципе, заряжается тоже в два раза дольше. Итак, если говорить про камеры, то здесь очень все забавно, и проявляется вот эта вся мощь Tranceon Holding, которому принадлежит в том числе Tecno. Если кто не знал, Tranceon это Tecno, Infinix и ITEL. Self-камеры здесь по 8 Мп, они абсолютно одинаковы в этих телефонах, они неплохие, есть портретные режимы, лучшайзеры, сглаживатели, HDR и так далее. Портретка здесь, на самом деле, реально неплоха. Да, разблокировка по лицу, та же у обоих телефонов работает хорошо и одинаково быстро. Суть в том, что оба эти телефона имеют еще и одинаковые основные камеры сзади. И здесь, несмотря на то, что вы видите две камеры, здесь одна камера в каждом телефоне сзади. В этих двух телефонах стоят одинаковые камеры на 50 Мп, абсолютно одинаковые. И при этом вторая это затычка на 0,08 Мп. Для тех, кто не понял, собственно, в чем прикол, ребята, это бутафория, это не камера. Основная камера здесь одна, единственная, и дополнительных режимов у нее нету в принципе никаких. Более того, в обоих двух телефонах и в POV4, и POV4 Pro это одинаковая камера. Абсолютно одинаковая камера, которая не фотографирует вообще ни с какой разницей. Телефоны, честно говоря, на тот бюджет, который вот стоит Tecno POV4. Камеры звезд с неба откровенно не хватает, причем это происходит во всех условиях. Отдельно отмечу, что у всего Trans-Soul Honda, и у Infinix, и у Tecno очень классный ночной режим. И вот в этих телефонах тоже очень классный ночной режим. Он прям зачетный, прям реально классный. Во всех остальных режимах камеры очень средненькие. Днем, вечером, ночью снимки четкие, с детализацией более-менее, с цветами более-менее, с построением кадра более-менее. Но такое, ну такое, сильно такое. Потому что, да, вот мы вспоминаем, частенько в видео меня спрашивают на каналах, что можно купить на 20 тысяч. Мы вспоминаем, Redmi Note 10 Pro, Infinix Note 12 Pro, Realme 9 какой-нибудь. Это лучшие представители камеры, которые можно найти в этом сегменте. И эти телефоны к ним не относятся. Это вот прям камера на 13-15 тысяч рублей. Больше они не стоят вообще. Камеры очень средненькие, и это особенно больно в случае с прошкой. С видео есть стабилизация электронная. Происходит она только с кропом, и при этом качество видео немножко ухудшается. Качество видео без стабилизации, без кропа получше. В целом, опять же, оно такое средненькое абсолютно. Явно не для любителей снимать много видео. Но в целом, как бы, сойдет. Если говорить про звук, то тоже у телефонов здесь все забавно. Оба телефона имеют разъемы для наушников. Звучат они абсолютно одинаково. А вот стерео в телефоне звучит по-разному. И я не знаю, в чем здесь прикол. То ли в том, что в прошке есть дополнительный прорезь. Но, скорее всего, в том, что здесь все-таки стоят другие немножко динамики. Но Tecno POV4 Pro звучит прям хорошо. Прям вот удивительно хорошо. Вообще, приятно здесь удивила именно Pro-версия. Стерео здесь действительно прям такое объемное. Качество звучать даже ощущается какое-то. В POV4 тоже стерео есть. Оно тоже сносное. Ну, то есть, обычное. То есть, основной динамик снизу. Роль второго выполняет голосовой. И, как бы, ну, он похуже. Но, в целом, тоже ничего себе. Поэтому, для любителей, там, поиграть, допустим, без наушников. Без подключения, там, проводов и так далее. В принципе, из этих двух, опять же, поинтереснее будет POV4 Pro. Но и, в принципе, POV4 сойдет. По части связи оба телефона абсолютно так же идентичны. Две сим-карты, Wi-Fi, GPS, GLONASS, NFC. У телефонов тоже есть. Оба телефона работают стабильно с точки зрения связи. Никаких вопросов нет. В принципе, здесь виной, в том числе, удачный модем. В Helio G99 стоит, действительно, он неплохой. Проблем никаких не возникает. Если говорить про прошивку, то Tecno здесь тоже имеет одинаковую прошивку. Это Android 12-й версии. Оболочка HiOS. Это, так называется, оболочка от Tecno. Очень сильно она похожа, на самом деле, на Infinix оболочку. Но, в целом, система симпатичная довольно. Некая помесь такая, получается, Samsung, Xiaomi, Huawei. Что-то от себя добавили. Особых проблем за время использования я не заметил. Есть прикольные штуки. Есть игровой режим. Есть множество вот этих надстроек, да, там, когда можно два Tecno или Infinix связать. Они будут играть одновременно одну музыку. Потом вот эти маленькие приколюшки, касающиеся улучшения видеозвонков через WhatsApp, которые работают на лету. Прикольные штуки, на самом деле. Но некоторые, конечно, абсолютно бесполезные. Так что здесь надо просто пробовать. Нравится, не нравится, решите сами. В качестве итога хочу сказать, что и Tecno POV4, и Tecno POV4 Pro довольно интересные телефоны. Они производительные, они шустрые. У них неплохие все-таки дисплеи. Даже несмотря на то, что в POV4 HD всего лишь разрешения, здесь проблем с этим нет. То плавность работы хорошая, автономность тоже достойная, камеры чисто на бюджет POV4 и не дороже. В остальном типичные такие приятненькие рабочие лошадки, можно сказать, игровые телефоны. И вот здесь, конечно, в качестве вывода хочу сказать, что из этой пары, пожалуй, что в просаг немножко попадает именно POV4 Pro. Потому что он стоит дороже, чем POV4, и стоит дороже так ощутимо. При этом предлагая взамен только, по сути, AMOLED дисплей и более высокая скорость зарядки. Стерео, да, звучит он получше, но не могу сказать, что прям какая-то драматичность. Стерео и в POV4 есть. Поэтому в данном случае надо будет посмотреть, если вы прям вот очень хотите AMOLED дисплей, то, конечно, POV4 пробует для вас интересным. Более того, здесь еще 256 гб стройной памяти, что, кстати, тоже такой солидный плюс, да, в сравнении с 128. Другой вопрос, что POV4 Pro перешел уже в сегмент телефонов, которые конкуренты позубастея. И если Tecno POV4 однозначно за свою цену аппарат удачный, вот прям без вопросов, за свою цену прям очень-очень неплохо. Можно смело брать, даже несмотря на HD-разрешение дисплея. То Tecno POV4 Pro уже имеет вопросики. В общем, вот таких вот два хороших телефона мы тоже сегодня обозревали. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Посмотрите, сколько это телефоны стоят в магазине Kik.ru. У нас очень приятные цены, быстрая доставка, трехлетняя гарантия. Ну и, в общем, все, как вы любите. Если владеете уже телефонами Tecno, конкретно этими, допустим, делитесь с нами впечатлением от этих телефонов под этим видео в YouTube. Будет всем интересно и полезно. В нашем Telegram-канале также можете делиться, задать свои вопросы. Ставьте лайк, подписка, колокольчик. С вами был Андрей, Kik.ru. Пока.